Привет, ты на канале Девайс и сегодня у нас сборка ПК за 30 тысяч рублей. Поехали! В этой сборке ты уже можешь позволить себе вполне неплохой процессор Ryzen 5600G, но с индексом G, то есть видеокарты в этой сборке у нас не будет. Но не спеши расстраиваться, к этой сборке ты можешь потом докупить видеокарту, ничего не меняя. А что касается самого процессора, это один из самых популярных камней со встройкой, которые как раз берут, когда не хватает денег на видеокарту, чтобы пересидеть на нем и впоследствии докупить видюху. Монтировать фильмы Майкла Бэя на этом процессоре не получится, а простенькие видео вполне. На борту у нас тут уже 7-нанометровые, 6 ядер и 12 потоков от AMD. Ближайший конкурент от Intel i5-12400, по производительности они практически идентичны, только вот у i5-встройка Cal, а у 5600G позволяет запускать даже некоторые свежие ААА игры, при условии наличия быстрой оперативной памяти, но они чуть попозже. Итак, этого процессора тебе хватит для работы, для игр, для просмотра роликов, 4К, 60 фпс, в общем для всего. Чтобы полноценно поиграть в новинки, тебе уже придется докупать видюху. К такому процессору я бы посоветовал брать что-нибудь уровня RTX 4060 или RX 7600, не выше. Средняя карта для среднего процессора, стоит этот камушек около 11 тысяч рублей. Напоминаю, что ссылки на комплектующие из ролика по самым низким ценам в проверенных магазинах ищи в описании под этим видео. Также по ним ты можешь уточнить характеристики и изучить отзывы покупателей. Про эту материнскую плату рассказать особо нечего, это буквально самая дешевая материнка, которая нам подойдет. У нее есть все необходимые нам разъемы. Слот М.2, несколько саторазъемов, разъем для возможной будущей видеокарты. VRM у нее хватает как раз для нашего процессора без разгона. В общем, простая бюджетная плата безо всяких наворотов. Как раз то, что нам нужно. А благодаря тому, что это AMD, нам доступен разгон оперативки на самом дешевом чипсете, то есть получится раскачать нашу встройку на максимум. Стоит эта доска около 7 тысяч рублей. Не забывай про мой телеграм-канал с обзорами и сравнениями железяк в описании. Там ты можешь найти очень интересные промокоды, чтобы покупать компьютерное железо с еще большей выгодой. Можно было бы сэкономить пару сотен рублей и взять оперативку попроще, но не в этом случае. Для этой сборки я взял комплект от G-Skill с радиаторами. Дело в том, что в стройке берут видеопамять из оперативной, а значит ее скорость равна скорости оперативной памяти, поэтому берем самую быструю оперативную память, которая вписывается в бюджет. В нашем случае это комплект G-Skill с частотой 3200 МГц, обязательно двумя планками объемом 16 ГБ, чтобы у тебя был двухканальный режим работы. Сразу уточню, именно как у ЗУ она вся доступна не будет, так как какую-то часть система выделит под видеопамять. Обычно это пара гигов и в доступе останется около 14. Найти такой кит можно приблизительно за 4 тысячи. Подписывайся на канал и ставь лайк, если интересуешься компьютерной тематикой, а любые мысли и вопросы ты можешь написать в комментариях. Объем файлового хранилища в этой сборке будет небольшим, полтерабайта. Возможно тебе будет этого мало, но всегда можно докупить еще, благо в материнке будут 4 свободных SATA разъема. Так как разница в цене между SATA и M.2 SSD небольшая, в этой сборке оказался диск формата M.2. Скорость у него не прям вау, но все равно в 4 раза выше, чем у обычного SATA SSD. 2100 МБ на чтение и 1500 на запись. И еще, мало кто обращает внимание, но у SSD формата M.2 обычно выше ресурс работы. У SATA за эти деньги обычно 80-100 терабайт. У этого ипайсера целых 400, найти его можно чуть менее, чем за 4 тысячи рублей. В качестве системы охлаждения для нашего райзена будет довольно типичная башня от Cooler Master с четырьмя тепловыми трубками. По размерам она нам подходит, по эффективности тоже. Он без проблем справится с 5600G и даже чем-нибудь помощнее. Также у него присутствует RGB-подсветка. Но в нашем корпусе видна она все равно не будет. Так получилось, что самым дешевым из таких башен оказался именно этот Cooler Master с подсветкой. Поэтому здесь он, а не кто-то еще, но никто не мешает, если что, взять другой. Стоит эта башня от 1200 рублей. Этот Чифтек Вэлью уже был в прошлой сборке за 20 тысяч, но он достаточно хорош, чтобы рекомендовать его и в этот ПК, тем более за такие деньги. В нем есть все необходимые защиты, чтобы у тебя ничего не загорелось и не взорвалось. Электричество эта сборка потребляет весьма скромное количество, чуть больше 100 Вт, так что этот блок еще и позволит тебе поставить сюда видеокарту. Но с выбором видеокарты в дальнейшем будь внимательным. У этого блока питания всего одна 8-пиновая колонка, соответственно, запитать он сможет видеокарту с не более чем одним 8-пиновым разъемом. Ну а что ты хотел за 2500 рублей? В остальном же это хороший недорогой БП, где производитель сэкономил не на компонентной базе, а на количестве не всем нужных кабелей, покраски и оплетки. Корпус ты, конечно, можешь взять любой, в который это все влезет, но я советую брать самый дешевый из тех, что подходит. Все-таки сборка бюджетная и на таких вещах, как корпус, можно, иногда и нужно экономить. Это как раз такой корпус. Здесь всего по минимуму, есть все нужные вырезы, слоты, пара дополнительных USB и кнопка включения. Если захочешь докупить видеокарту, у тебя есть возможность ее поставить, но не длиннее 31 сантиметра. Качество изготовления у него скверное, стенки прогибаются как фольга, но самое главное, в него все поместилось и все работает. И стоит он смешные 1300 рублей. На этом наша сборка за 30000 рублей готова. Встроенная графика процессора позволяет играть в нетребовательные игры. Так что давай посмотрим, на что эта графика способна. Как ты можешь видеть, на минимальных настройках, иногда даже в полноценном Full HD, эта сборка даже без видеокарты тянет киберспортивные игры и некоторые ААА-тайтлы постарше. Про старье уровня Skyrim молчу. И еще добавлю, что это показатели безо всякого разгона, без выставленного XMP профиля оперативки. Я тебе настоятельно рекомендую выставить 3200 МГц на оперативке и прибавить пару сотен МГц к графическому ядру. И в таком случае ты получишь прирост в 20%, что позволит тебе выставить Full HD разрешение в каждой игре из тестов. Ни одна видеокарта в мире не даст такую разницу в производительности после разгона, а это видеоядро тянет. Если ты не умеешь, на ютубе полно гайдов, как это можно сделать. Так что не пожалей 20 минут своего времени и, пожалуйста, сделай это. Пожалуй, на этом все. Повторюсь, ссылки на все железо ждут тебя в описании. И не забывай про скидочный промокод. Если ты считаешь, что здесь должны были быть другие комплектующие, обязательно дай мне знать в комментариях. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ты был на канале Девайс. Пока!